Лекция номер 5. Болеутоляющие средства, средства вызывающие лекарственную зависимость. Противовоспалительные инстероидные препараты. Это медицинские препараты нового поколения, которые имеют противовоспалительный, жаропонижающий и обезболивающий, то есть анергизирующий эффект. Их механизм действия основывается на блокировке определенных ферментов, например, цикла оксигеназа, которые отвечают за образование простагландинов, то есть химически активных веществ, способствующих болевым ощущениям, лихорадке, воспалению. Слово «нестероидные», находящееся в названии этих препаратов, указывает на тот факт, что медицинские препараты данной группы не являются искусственными аналогами стероидных гормонов, мощнейших противовоспалительных гормональных средств. Самым популярным представителем нестероидных противовоспалительных средств являются диклофенак и бупрофен – принцип действия нестероидных противовоспалительных препаратов. Если анальгетики предназначены для борьбы с болью, то нестероидные противовоспалительные препараты снижают два неприятных симптома заболевания – воспаление и боль. Многие препараты данной группы считаются неселективными ингибиторами фермента циклооксигеназы, которые подавляют воздействие обеих его изоформ видов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Циклооксигеназы отвечают за образование из арахидоновой кислоты тромбоксана и простагландинов, которые получаются, в свою очередь, из фосфолипидов клеточной мембраны с помощью фермента фосфолипаза А2. Три другие функции простагландины являются регуляторами и посредниками образования воспаления. Нестероидные противовоспалительные средства используют для лечения хронического или острого воспаления, которые сопровождаются болью. Большую популярность противовоспалительные стероидные препараты получили благодаря эффективному лечению суставов. При таких заболеваниях эти нестероидные противовоспалительные средства доказали высокую эффективность, а именно при десменореи, боли при менструации, острая подагра, послеоперационные боли, боли в костях из-за метастазов, непроходимость кишечника, лихорадка, то есть высокая температура тела, незначительные боли из-за травмы или воспаления мягких тканей, почечная колика, боль в пояснице, болезнь Паркинсона, остеохондроз, мигрень, боли в голове, ревматоидный артрит, артроз. Нестероидные противовоспалительные средства запрещаются использовать во время эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Тем более, что на этапе обострения, цитопениях, выраженных нарушениях работы почек и печени, беременности, индивидуальной непереносимости, необходимо с осторожностью назначать препараты пациентам с бронхиальной астмой, а также людям, у которых до этого выявлялись негативные реакции во время приема любых нестероидных противовоспалительных средств. Нестероидные противовоспалительные препараты, как я уже отметил, наиболее популярная группа для лечения суставов. Рассмотрим самые эффективные и известные нестероидные противовоспалительные препараты, которые используются для лечения суставов и при иных заболеваниях, когда требуется достижение жаропонижающего и противовоспалительного эффекта. Некоторые медицинские лекарства обладают меньшей активностью и не такие агрессивные, которые рассчитаны на острый артроз, если необходимо экстренное вмешательство, чтобы уменьшить активность воспалительных процессов в организме. Основным достоинством нестероидных противовоспалительных препаратов нового поколения является то, что побочные эффекты отмечаются во время продолжительного использования нестероидных противовоспалительных препаратов, к примеру, во время лечения остеохондроза, и состоят в поражении слизистой желудочно-кишечного тракта с образованием кровотечений и язв. Данный недостаток нестероидных противовоспалительных препаратов неизбирательного воздействия был причиной создания препаратов нового поколения, которые блокируют лишь циклооксигеназу-2, фермент воспаления, и не влияют на функцию циклооксигеназы-1, ферментозащиты. То есть препараты нового поколения почти не имеют побочных ульцерогенных эффектов, а именно поражение слизистой органов пищеварительной системы, связанных с продолжительным использованием нестероидных противовоспалительных препаратов, но увеличивают шанс появления тромботических осложнений. Недостатками препаратов нового поколения нестероидных противовоспалительных препаратов можно выделить лишь их высокую стоимость, делающую их недоступными для большинства людей. Противовоспалительные нестероидные препараты нового поколения воздействуют намного избирательнее, они в большей степени ингибируют циклооксигеназу-2, причем циклооксигеназа-1 остается практически не затронутым. Именно этим можно объяснить довольно высокую эффективность препаратов в сочетании с минимумом побочных эффектов. Список эффективных и популярных противовоспалительных нестероидных препаратов средственного поколения. Ксифокам – это лекарственное средство, которое создано на основе лорноксикама. Его характерной особенностью является тот факт, что препарат имеет повышенную способность к купированию болезненного ощущения. По данному показателю он аналогичен морфину, но в то же время не создает привыкания и не оказывает влияние на центральную нервную систему опиотопного действия. Мавалис имеет жаропонижающий, хорошо выраженный противовоспалительный обезболивающий эффект. Основное достоинство данного препарата стоит в том, что при постоянном наблюдении врача его можно использовать довольно продолжительное время. Изготавливается мелоксикам в форме раствора для внутримышечных инъекций в мазах, субпозиториях, то есть свечах и таблетках. Таблетки препарата довольно удобны тем, что они имеют продолжительное воздействие и достаточно использовать одну таблетку на протяжении дня. Следующий препарат. Нимисулит. Успешно используется для лечения артрита, вертоброгенных болезней и ощущений в спине. Нормализует температуру, снимает гиперемию, то есть понижает температуру тела и воспаление. Прием препарата быстро приводит к улучшению подвижности и уменьшению боли. Применяется также в форме мази для нанесения на проблемную зону. Следующий препарат. Целококсиб. Данный препарат существенно облегчает состояние пациента при артрозе, остеохондрозе и иных болезнях. Эффективно борется с воспалением и отлично снимает болевой синдром. Побочное воздействие на систему пищеварения со стороны препарата минимально, либо полностью отсутствует. В случаях, если не нужен продолжительный прием противовоспалительных нестероидных препаратов, то используют препараты старого поколения. Однако иногда это просто является вынужденной мерой, так как курс лечения этими средствами могут позволить себе не все люди. Классификация нестероидных противовоспалительных препаратов. По химическому происхождению данные препараты бывают с некислотными и кислотными производными. Кислотные препараты. Препараты на основе индоуксусной кислоты. К ним относятся солиндак, этодолак, индометацин, аксиамы, мелоксикам, пироксикам, солицепаты. К ним относятся дифлонезил, аспирин. На основе пропионовой кислоты. Ибопрофен, кетопрофен, пирозалидины, фенилбутазон, метамизол натрия, анальгин. Препараты из фенилуксной кислоты. Ациклофенак, диклофенак. Некислотные препараты. Производные сульфоамиды. Алкалоны. При этом нестероидные препараты отличаются по интенсивности и виду действия. Противовоспалительные, анальгизирующие, комбинированные. По силе противовоспалительного воздействия средних доз препараты располагаются в такой последовательности в порядке убывания дозы. Флубипрофен, индобитоцин, пироксикам, диклофенак натрия, напроксин, кетопрофен, аспирин, амидопирин и бопрофен. По анальгизирующим воздействиям. Препараты располагаются в такой очередности. Кетопрофен, кетеролак, индобитоцин, диклофенак натрия, амидопирин, флурбипрофен, напроксин, пироксикам, аспирин и бопрофен. Чаще всего перечисленные выше анальгизирующие и стероидные противовоспалительные средства применяются при хронических и острых болезнях, которые сопровождаются воспалением и болью. Как правило, противовоспалительные стероидные препараты используются для лечения суставов и купирования болей, полученных травм, артрозы и артриты. Часто анальгизирующие и противовоспалительные препараты применяются для обезболивания при мигрениях и головных болях, почечных коликах, послеоперационных болей, дисминареи и т.д. За счет тормозящего действия на синтез простагландинов данные препараты также оказывают жаропонижающий эффект. Лечение проводится непосредственно другими способами и препаратами. Множество патологических изменений, происходящих в организме, сопровождает болевой синдром. Для борьбы с такой симптоматикой разработаны нестероидные противовоспалительные средства, если нестероидные противовоспалительные средства не оказывают эффекта. Они прекрасно обезболивают, снимают воспаление, уменьшают отек. Однако препараты обладают большим количеством побочных эффектов. Это ограничивает возможность их применения для некоторых пациентов. Современная фармакология разработала нестероидные противовоспалительные средства последнего поколения. Такие лекарства значительно реже вызывают неприятные ощущения, но при этом остаются эффективными препаратами против боли. Принцип воздействия. Воздействие нестероидных противовоспалительных препаратов обусловлено на циклооксигеназу. Циклооксигеназа имеет две изоформы, каждая из которых имеет свои функции, в результате которой арахидоновая кислота переходит в простагландины, тромбоксаны и лейротрепины. Циклооксигеназа-1 несет ответственность за выработку простагландинов. Они защищают слизистую оболочку желудка от неприятного воздействия, оказывают влияние на функционирование тромбоцитов, а также воздействуют на изменение почечного кровотока. Циклооксигеназа-2 в норме отсутствует и представляет собой неспецифический фермент воспаления, синтезирующийся благодаря цитотоксинам, а также другим медиаторам. Такое действие нестероидных противовоспалительных средств, как ингибирование циклооксигеназа-1, несет множество побочных эффектов. Спасибо за внимание, на этом лекция завершена.